Добрый вечер, дамы и господа. Опять мы с Баряной на том же самом месте, как и в прошлом году. Вернулись во время. Правда, постаревшись на целый год. И говорим мы опять про Ильдара, потому что Ильдар у нас... И опять он ньюсмейкер. Как известно с Ильдаром, совсем недавно произошли всякие неприятные вещи. Очередная хозяйка выгнала из дома несчастных кролика Ильдара, угрожала ментами, бандитами. Одновременно. Одновременно, да. Они вместе придут, и бандиты, и... Да, под ручку менты и бандиты, да. И бедного Ильдара с кроликом, соответственно, распотрошат по полной. Хозяйка угрожала отнять видеокамеру, лаптоп и всё такое. Что, конечно же, вызывает просто шквал личного меня негодования, отвращения, злости на всяких таких мерзостных обывателей, которым просто... Ну, всё время хочется что-то такое делать неприятное. Всё время хочется таких людей, как Ильдар, кролик и прочих... Что-то с ними, в общем, как-то их дискриминировать, вымогать у них что-то обязательно. Потому что они не такие. Если бы на месте Ильдара и кролика был бы обычный алкоголик, который жрал бы водочку и закусывал килечкой, всё бы было окей, и эта самая соседка приходила бы ему в гости, каждый день постучавшись там, они вместе бы нажирались бы, слушали Стаса Михайлова, и было бы всё просто отлично. А тут какие-то странные люди, которые дрочат в интернете. Любопытно, как вот эта тварь, она на самом деле раскрыла их сущность, такую фриковскую. То есть она... Делала ресурс. Да, то есть она, видимо, ей делать нечего. Интересно вообще было бы посмотреть на Харю этой сучки, вот, и вообще какого она возраста, чем она занимается, это существо, вот. И, видимо, делать ей не хрена, она, значит, соответственно, там смотрит, ага, вот живут какие-то там люди. Я даже, между прочим, не думаю, что Ильдар и кролик, они как-то слишком громко себя ведут. Партии они не устраивают, правильно? То есть там, ну, как-то шумят, я не думаю, что они там. Прямо танцы кролика и Ильдара – это довольно тихие такие занимания. Это не топотание, слоновье какое-то. Как у нас наши соседи. Да, да, как наши соседи вытворяют. Что в Америке, что в Болгарии прямо спасу нет. Здесь всё довольно тихо. Ну, там говорят, они снимают своё кино, но играют там в игры. Но это же очень тихо всё на самом деле. Но максимум, что Ильдар делает, там поджигает занавески. Ну, это уж не знаю. Ну, дыма, конечно, много. Вот это вот. Да, я хочу сразу сказать, что я посмотрел с большим удовольствием «Кровавую резню». Новый фильм Ильдара, который я всем рекомендую посмотреть. Фильм, по-моему, ну, такой пик, что ли, в каком-то смысле становления Ильдара как странного режиссёра, ни на что не похожего. Это и Джон Уотерс, и Эд Вуд какой-то в одном флаконе, и всё намешанное. И, конечно же, это Ильдар, безусловно. То есть, почему я вспоминаю эти два имени? Ну, наверное, потому что они очень важны для самого Ильдара. Ну, и для истории кино. В общем, есть всё-таки какая-то история похожих по методологии, может быть, скажем так. Но это не означает, что Ильдар не уникален. Нет, Ильдар абсолютно уникален. Я бы не сказала, что он русский или там не уникален. Да, вот эти формулировки мне не нравятся. Русский Джон Уотерс, это вообще... Русский Джон Уотерс, русский там... Русский братик Кучер и так далее. Это всё хрень собачья, что кто-то какой-то там, вот русский Элвис Пресли. Нет, это как бы Ильдар. Вот Ильдар и Ильдар, и, соответственно, никто другой. И только он может сделать такие странные диалоги, ни с того ни с сего обсыпаться песком, или землёй, или какао, поджечь вдруг ни с того ни с сего. Я такого не видел, на самом деле. Это правда, чистая правда. Потому что это смесь какого-то радикального перформанса, такого довольно абсурдного, как бы с кино. И в то же время это какая-то жизнь такая странная. То есть я бы сказал, что это истинный сериализм. Потому что это жизнь как в каком-то странном сне. То есть вроде бы есть последовательность логическая, от действия к действию. То есть да, они вот как бы эти персонажи, они живут такой странной жизнью. Но в то же время эта жизнь, она ненормальна, потому что, ну, во сне как бы существует, как мы знаем, какая-то своя логика такая абсурдная. То есть и часто, когда мы просыпаемся, мы пытаемся анализировать то, что мы увидели во сне. И во сне нам это казалось нормальным. А когда мы пробуждаемся, соответственно, мы понимаем, что это абсурд какой-то. Вот Ильдару удалось совершенно не от ума, да, как сериалистам, то есть тем художникам, которые себе таким образом назвали, написали манифест и так далее, и так далее. Вот они это сделали от ума. Ну, может быть, Арто в меньшей степени это делал от ума. Хотя очень трудно сказать, кто такой Арто. Потому что мы лично его не знаем. Да, потому что мы лично его не знаем, а всяческие исторические такие вот... Это мифология. Это абсолютно мифология. И эта мифология, она выстраивается буквально сейчас на наших глазах со всякими новыми персонажами, типа Павленского, там, усирают не знаю кем, да, тем же Брэнером. Вот. Мифология... Придуманная история, придуманная важность. Да, прежде всего идеализирующая этих персонажей. Делающая их намного более важными, намного более интересными, чем они есть. И пассионарными. И пассионарными. И пассионарными, и всяческими, и глубокими, осмысленными, и так далее. То есть в то время, как все эти люди, они там совершенно неакадемически цитируют какие-то якобы философские источники, якобы какие-то тексты, ссылаясь совершенно грубым образом, непонятно на что. Ладно, это другая тема. Да, это другая тема. Да, окей, окей. И, значит, возвращаясь к Арто, вот я думаю, что с Арто вот такая вот какая-то история непонятная. Пименов, я знаю, что себя с Арто... А, застряли под солнце. Браво, да. Ассоциировал себя с Арто, ну, потому что, типа, Арто в психушку попадал тоже. А дай мне шапку, что ли. Да, хорошо. Я им крем дам тоже. Ну, крем не знаю, а вот шапку... Ай, как качать, укачивать прямо как в море, на... Да. Вот, поехали, поехали. А, нет, ну, все, поехали. Да. Вот так вот, да. Сегодня очень мало здесь людей, непонятно почему. Обычно дикой очередь, на самом деле, на этот вот фуникулер, в который стоишь, ну, не менее... Два часа, ну, полтора. Ну, да, до хрена, в общем. А сегодня мы прямо... Вот красиво горы. Да, мы залезли прямо-таки на раз, два, три. Вот, дамы с собачкой. Какая хорошая собачка стоит с такой, но вот эти дикады слышны, да? Да. Да. И, ну... К Арто возвращаемся. Так, возвращаясь к Арто и к сериалистам. Вот они это все придумали от ума, да, как ни крути, от ума. Поэтому все их автоматическое письмо, какие-то попытки создать этот самый такой вот ненормальный мир сна. Да, вспомним, андалузского пса, там, или что еще, там, 20-й век, да, и не знаю, какие еще фильмы. Все они... даже механический балет, там, и прочее. Все, все это вымученное такое, вымученное, математичное, потому что вычислено, да, как должен человек вот видеть во сне что-то. Давай сделаем вот так. Вот, наверное, он будет видеть глаза на стене или глаз на жопе, конечно. Вот, и это будет как раз вот точная передача сна. А на самом деле человек во сне, он живет вот такой вот ненормальной, странной, альтернативной, по сути, жизни, да, что часто нам снятся бытовые сценки, какие-то люди, которых мы видели в жизни и так далее. В редких случаях нам снятся какие-то чудовища особенные или еще что-нибудь такое. Да, чтобы муравьи были везде. Да, чтобы муравьи были и выходили из дырки в руке. Женщина с ящиков в животе. Ну, чушь, в общем-то, то есть надуманная чушь. Я думаю, что я не верю, что там какого-нибудь Дали или кому-то еще, да, Господи. Не, почему? Это вполне возможно, что он просто брал те самые странные образы, которые ему иногда снятся. Не, я не верю, что такое снилось, я верю, что такое могло быть вычислено, да, то есть... Хорошо, ладно, это твое мнение. Я думаю, что это просто синтезированное... Да, вот синтезированное сочетание... Сочетание... Самого странного. Сочетание несочетаемого, да. Вот давай я возьму женщину, давай возьму ящик, вот гибридизирую женщину ящик, и получится у нас женщина ящик, да. Давай как бы я разрежу там глаз бритвой, и это будет очень круто, и так далее. То есть такие все вещи, типа пугающие, странные, вот. Мне лично снятся странные вещи, но не очень часто. В принципе, то, что мне снится, оно выглядит как будто бы нормально, но из-за того, что оно собрано в какой-то особый ряд, оно тоже становится странным. Это уже история странная. И это у Бунуэля есть гораздо больше, чем... Ну, Бунуэль делал этот андалузский пёс тоже вместе с Дали. Но Дали как бы пошёл в эту самую страннейшую, такое... Как это называется? Сконцентрированная странность изображений. А у Бунуэля есть истории, которые, возможно, могут... Они могут сняться. Они такие тоже отрывочные, как сон, или как мы вспоминаем сон. Собственно, Дали, да, это такой химеростроитель. Вот он как бы... Ну, и как Босх, например, да, то есть... Чё там далеко ходить? Вот ты гибридизируй... Мы скоро должны выйти, так что ты заканчивай свою мысль. Да. Или не знаю так. Нет, я... Не будешь заканчивать? Не то, что я не буду заканчивать. Я просто должен сказать, что я... Вот мы сейчас должны выскочить, поэтому я камеру отключу, и, значит, соответственно, первый ролик закончится. Вот, совсем у нас немного остаётся времени до того, чтобы... Ты заканчивай свою мысль про Артоль или что? Ну, да, нет, но я всё сказал, то есть, чтобы... А с Ильдаром? Гибридизация была постоянно на конвейер. У Ильдара это не так. То есть он не гибридизирует никаких существ. Он не гибридизирует человека с ящиком. Он создаёт странные образы, которые являются чем-то вроде рутинной жизни, но она, эта жизнь ненормальная, потому что в жизни человек не обсыпается ни с того ни с сего песком на кухне, не принимает душ у себя в спальне, да, не обсирается там посреди комнаты и так далее. То есть, а у Ильдара это какая-то норма, то есть он на этом не акцентируется причём, да, то есть это не что-то экстраординарное, что человек обсирается посреди комнаты. А что-то нормальное для него, ну вот так он живёт, так он живёт. Такая, поэтому, странная жизнь. Заканчиваем. Всё, на этом я заканчиваю этот ролик.